Навального и Горинова нашли. Военные требуют у Путина демобилизации. А в Сербии, похоже, была попытка революции. Это Дмитрий Иловский, новости воздух. С вас лайки, подписки и комментарии. Мы начинаем. Итак, местонахождение Алексея Навального стало известно спустя 20 дней поисков. Его этапировали в колонию номер 3, Полярный Волк, в поселке Харп, Ямало-Ненецк, в автономном округе, за Полярным кругом. Пресс-секретарь политика Кира Ярмаш сообщила, что Навального уже посетил адвокат. Хотя, как уточняет директор ФБК Иван Жданов, не без проволочек. Колония находится в зоне вечной мерзлоты, в нее просто трудно добраться. Даже отправить послание, там ведь не работает система доставки в СИН-письмо. Жданов также говорит, что к прибытию Навального там готовились заранее. В апреле колонию Полярный Волк посещал глава в СИН Аркадий Гостев. Нашли другого политзека Алексея Горинова. Он находится в больнице при колонии номер 3 во Владимирской области. Ранее сторонники политзаключенного говорили о его тяжелом состоянии из-за больных легких. Студент высшей школы экономики отчислился из ВУЗа в знак протеста против объявления ЛГБТ-экстремистской организации. Студент магистратуры Вышки Илья Андреев адресовал заявление об отчислении ректору ВУЗа Никите Анисимову, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву и премьер-министру Мишустину. Цитирую. Прошу отчислить по причине несогласия с проводимой политической деятельностью, в частности, правительством России и принимаемым законодательством на территории России. Здесь тем, что указанный выше федеральный орган государственной власти контролирует ВУЗ и спонсирует мое бюджетное место, а также по причине ужесточения тоталитарного режима в медиаиндустрии, ограничения свободы слова журналистов и сотрудников СМИ на территории Российской Федерации. Конец цитаты. Андреев открытый гей, а гонение на ЛГБТ-плюс он назвал средневековой дискриминацией. Принесемся в северную столицу, в Санкт-Петербурге. Отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике, обвиняемую по делу о так называемых военных фейках. 28-летняя Виктория Петрова проведет в стационаре минимум полгода. Минимум, потому что срок лечения ей могут продлевать просто бесконечно. Петрова осудили за то, что она писала в соцсетях антивоенные посты, и цитировала заявление украинского врача о том, что Путин болен шизофренией. У ее страницы было всего-то 250 подписчиков. Ее сдержали в мае прошлого года. В психиатрической больнице она находится с конца ноября. Там она подверглась издевательствам со стороны персонала. В частности, ей вводили какой-то неизвестный препарат, от которого она просто не могла говорить. Мобилизованные обратились к Путину с требованием о демобилизации. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы, мобилизованные того года, все еще находимся в зоне свободы. А заключенные, которые не отслужили и полгода, уже получили помилование. На обращения наших жен плюют, начинаются судебные преследования, а некоторые миллионеры, сидя в своих теплых студиях, позволяют себе нелестные высказывания в сторону нас. Зарплата в 200 тысяч того не стоит. Не стоит тех условий, в которых мы находимся. Мы требуем от Владимира Владимировича Путина подписать закон о демобилизации, чтобы мы отметили ближайшие праздники со своими семьями. На прямой линии 14 декабря сам Путин говорил, что в Украине до сих пор воюют порядка 240 тысяч мобилизованных с осенью 2023 года. Телеграм-канал База рассказывает про креативный способ расплатиться с долгами перед Новым годом. Актуально, правда? Ну, правда, как водится, не совсем легальный способ. Расскажу вам, какую схему придумала 27-летняя мама из Москвы по имени Марика. Она добровольно взвалила на свои плечи инициативу по покупке подарков детям из группы, в которую ходит ее ребенок. Написала в родительский чат, чтобы деньги приводили на карты ее мужа. Марику все знали, ей доверяли, поэтому без вопросов скинули необходимые деньги. Вот когда собрали 53 тысячи рублей, Марик объявила, что забронировала подарки в магазине и выкупит их в начале декабря. Время забирать заказы пришло, но Марика постоянно придумывала разные отговорки и причины, по которым не смогла за ними сходить. Ну, тогда родители попросили девушку вернуть им деньги, чтобы они сами выкупили подарки. Но тут новогодний сюрприз. Оказалось, что 43 тысячи списал банк в счет долга. В итоге Марика сначала договорилась, что будет давать по 10 тысяч каждый месяц, но что-то и тут не сдалось. Ну и в итоге разбираться с махинаторшей будет уже суд. Принесемся в Сербию, в Белграде, в столице этой страны, продолжаются протесты против результатов парламентских выборов. Несогласные с победой коалиции действующего президента Александра Вучича блокировали улицу перед зданием Министерства госуправления. Накануне ночью протестующие попытались попасть в здание мэрии Белграда. По разным оценкам, на улицы вышли несколько тысяч человек. Полиция сдержала 35 протестующих, около 30 правоохранителей получили ранения. Сербские власти назвали протесты таким аналогом Майдана и обвинили Запад в их разжигании. Российский посол в стране Александр Боцан-Харченко говорит, что администрации Вучича есть неопровержимые доказательства поддержки протестов извне. Пресс-секретарь Песков тоже сказал, что беспорядки в Белграде спровоцированы из-за рубежа. Напомню, что Сербия придерживается довольно пророссийского и прокремлевского курсов своей внешней и внутренней политики. Друзья, это были все новости к этому часу. С вами был Дмитрий Еловский. Спасибо, что вы были с нами. Не забудьте поставить лайк. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok